Я хочу провести вам демонстрацию программного продукта ВМС логистика управления складом. Значит это не отдельный какой-то самостоятельный продукт, он прилагается в какой-то торговой программе, с которой он будет получать часть сведений. Это касается документов, например, заказа поставщиков и заказа клиентов или, например, маркировка, то есть напрямую связи с сайтами и вот этими маркировочными он не имеет. То есть он работает через торговую программу, но все марки он сканирует и передает. Как получает, так и передает. Начнем. Хотела остановиться сначала на нормативно-справочной информации. Значит может вестись учет по различным организациям. Еще хотела сказать, что это у нас программа на сервере разработчиков, поэтому она может немножко подтормаживать. Это не на нашем сервере расположено. Вот поэтому может быть немножко задержка по времени. Значит учет может вестись по различным организациям, но склад в одной базе один. Если, например, вы хотите вести учет по нескольким складам, это нужно разворачивать отдельные базы. В одной базе у нас идет один склад. То есть он может быть и различный, состоять из разных каких-то блоков. Это могут быть и холодильники. Это могут быть какие-то уличное хранение, там разного вида палеты. Это могут быть разного вида стеллажи. Но это все один склад. При работе со справочником контрагентов, здесь они все разделены на покупателей, поставщиков и там остальные какие-то там собственные организации, склады и так далее. Но хотела бы отметить, что уже при заведении поставщика вы можете указать способы приемки. То есть, например, если у нас это поставщик, то мы выбираем стадии приемки. И здесь уже мы можем указать, какая будет приемка. Сейчас здесь в системе стандартная одна быстрая базовая настройка. Возможно разные варианты приемки. Есть обычная приемка, есть, например, кроссдокинг, когда вы просто получаете и тут же перепродаете. И когда вы не пересчитываете вложения, пересчитываете, например, только места. Это может быть доверительная приемка, когда вообще не пересчитываете и доверяете. То есть, приняли документы и все как есть, так и отметили в системе. То есть, возможны разные варианты приемки. Также, если это у нас покупатель, уже здесь при создании самого контрагента клиента, вы можете указать стадии отгрузки, какие у вас будут. Мы подробнее на них остановимся чуть позже. Вот остальные реквизиты здесь, как и во всех справочниках 1С по контрагентам. Еще я бы хотела остановиться подробнее на номенклатуре. Возьмем, для примера, карточку товара. Здесь у нас указаны единицы измерения, масса, нетто, масса брута. Здесь также указывается статус по умолчанию. Это имеется ввиду качество товара. То есть, это может быть кондиция, это товар нормального качества, это может быть брак, бой. Все вот эти позиции вы можете добавлять любое угодное количество вам. То есть, вы можете написать те критерии качества, которые приняты у вас на предприятии. Возможно определение класса продуктов по А, Б, Ц анализу. Например, если вы хотите, чтобы товары А, которые чаще всего используются, располагались ближе где-то к зоне отбора, а те товары, которые редко используются, хранились бы дальше. Также в системе предусмотрены различные виды упаковок. Сейчас на примере каком-нибудь другом покажу. Различные виды упаковок. Это могут быть и упаковки обычного веса, упаковки разного веса. Это могут быть литры, штуки, что угодно. Учет может вестись как по упаковкам, так может быть и вестись по серийным номерам, по акцизным маркам, по качеству, по срокам годности. Возможно много вариантов. Здесь также предусмотрен указание на виде упаковки типа грузообработки. Мелкий, имеется ввиду, это все, что штучное. Средний, это первый уровень вложения. Это, например, какая-то коробка, ящик, что-то такое небольшое. Ну, это может быть большое, но это первый уровень вложения. И дальше идет крупные. Это палеты и все, что больше первого уровня вложения. Значит, в карточке товара вы также можете увидеть остатки сразу. Можно увидеть партии этого товара, даже не заходя ни в какие отчеты, мы видим, если у нас ведется учет партионный. Если у вас имеются маркированные товары, когда вы включаете использование маркировки, то партионный учет включается в обязательном порядке. Здесь можно видеть зона отбора, где мы размещаем этот товар. Достаточно большое количество информации, которое можно здесь увидеть. Также здесь можно указывать сроки хранения, сроки годности, максимальные запасы и упаковки для отчетов. Очень большой функционал, именно зашит уже в номенклатуре. Также специфическим является использование в этой программе так называемых контейнеров. Значит, контейнеры это виды упаковок отдельные, которые представляют собой такой вид упаковки, который вы указываете его размер для размещения в ячейках. Если мы откроем любой из этих контейнеров, то есть в него вы помещаете товар. Например, вот в этот лоток вы будете размещать вот такие виды товаров, вот такое их количество. Например, в этот лоток у нас помещается корпус нержавейки 16 штук. Или, например, сверло. Оно может быть в блистерах, оно может быть в упаковках по 10 штук. Здесь мы видим, что туда помещается в этот лоток. Также здесь есть размер лотка. 2UE это количество этих контейнеров, которые помещаются в одну ячейку. Здесь же мы указали вот это средний. Вот как я и говорила, мелкий это будет штучная, средний это первый уровень вложения и палетный это все, что крупнее. Когда вы используете доверительную приемку или кроссдокинг, получается, вы сканируете только контейнеры. Дальше хотела бы показать вам настройку склада и его операции. Значит, топология склада располагается именно здесь. Здесь мы можем посмотреть ячейки, которые используются. Все ячейки разбиты на зоны. Их вы тоже можете добавлять сами. В основном здесь принято несколько основных зон. Зона брака, это где у нас располагается товар некондиция. Ворота, например, куда приехали и выгрузили товар, но еще никто, например, его не принимал. Зона комплектации, это где мы делаем сборку и разборку. Основное хранение, напольное хранение, это где, например, мы уже заводили другие аналитики. То есть основное хранение, это где будет, например, основное хранение всего товара. Можно отдельно вывести, например, полочные стеллажи, напольное хранение, там палеты и другие. Также можно добавлять такие зоны, как, например, зона отгрузки, где вы будете располагать товар, который уже отгрузили. Зона перемещения, где будет располагаться товар для перемещения между ячейками и так далее. То есть любое нужное вам количество зон для работы вы можете заводить и располагать в них ячейки. Перемещение между ячейками может быть как непосредственно в программе, так и на терминалах. Вот мы с вами видели базовые стадии приемки. Здесь вы тоже можете заводить любое количество видов приемки. Значит, у нас здесь настроена базовая. Это идет приемка предварительная, потом идет приемка. Это в зоне приемки у нас осуществляется приемка. Дальше является ли это доверительной приемкой? Нет. Значит, тогда необходимо будет вскрывать все коробки и пересчитывать товар. Что нужно будет делать, если у нас идет приемка сверхожидаемого, если идет приемка просроченного товара, необходима ли маркировка и остальные другие нюансы здесь вы указываете. Если у вас идет контроль приемки, что нужно делать во время контроля? Запрашиваете ли вы партии или печатают ли этикетки на принятые контейнеры или еще какие-то необходимые вам нюансы. И также, возможно, маркировка, но это имеется ввиду маркировка печать этикеток, именно штрих-кодов на контейнер или на единице товара. Это не маркировка государственная, в которой акцизные марки или какие-то другие виды марок. Это именно штрих-кода. Также предусмотрены несколько моделей учета номенклатуры. Например, у нас возьмем учет кабеля. То есть при учете кабеля, когда мы принимаем или отгружаем этот товар, мы хотим вести учет. Например, партионный. Или мы хотим вести учет по срокам годности для этого вида товара. Или мы хотим вести маркировку цифровую. Или мы хотим указывать номера партии или даты и так далее. То есть все основные условия по работе с этим видом товара вы указываете здесь. Также здесь мы указываем правила планирования. Какую стратегию мы будем использовать при размещении этих кабелей. Здесь мы видим, что если у нас пришел кабель и это брак, мы его размещаем в зону брака. Если это товар в Карабах, то мы размещаем в зону хранения кабеля. Когда мы отбираем товар, какие мы используем стратегии. Здесь мы берем, у нас она одна. Например, отбор кабеля из зоны отбора. При отборе, хотела бы сейчас вам еще продемонстрировать. Здесь мы видим, какая кратность отбора. Это вот наши, помните, грузовые мы их отмечали. Это средний товар. Дальше. Разбиваем ли мы кратно упаковкам или нет? Или мы собираем только полные контейнеры? Групповой ли это отбор? Что такое групповой отбор? Например, у вас один и тот же товар собирается в разных заказах. Чтобы сократить количество подходов к этому товару, заказы объединяются в группы и сборщику выдается уже задание на несколько. Он собирает все эти позиции товара в какое-то место, которое задается системой и потом уже при сборке каждого заказа подходит к этому месту и забирает нужное ему количество. Планирование подпитки тоже. Обычно штучный товар размещается внизу, а весь остальной товар в палетах, ящиках, коробках развивается где-то выше. И система сама может предлагать, что необходимо подпитка, что у вас сейчас будет такое-то количество заказов на эти позиции. Их не хватит в зоне отбора. Нужно сделать подпитку, соответственно, распаковать какую-то палету или коробку. Также существует здесь возможность сбора в волнах. То есть, например, у вас идет количество заказов определенное в определенной зоне в время. Например, с трех до четырех у вас будет нагрузка на холодильнике и там будут собираться заказы. И все заказы, поступающие на холодильнике, система будет предлагать включить в эту волну, чтобы одновременно колдовщик собрал и те, что были уже заказы и все новые. Их можно объединить будет тоже в одну сборку. Вот стратегии подпитки, как я уже говорила, если необходимо подпитать товар, находящийся в зонах отбора. Здесь есть несколько правил выполнения операции. Использовали вы серийные номера и в какой момент. В системе существует несколько потоков. Это входящий поток, исходящий поток и внутренние операции. Также здесь существует большой достаточно блок работы с людскими ресурсами и управление двором. Это управление автопарком вокруг вашего склада. Но оно здесь не очень большое, поэтому если у вас большая большой автопарк и очень много перевозок, то в дополнение покупается обычно один СТМС, именно управление перевозками. В каждом блоке, входящем, исходящем потоке и также управление внутренними операцией или управление двором имеются рабочие места. Очень удобные. Можно работать непосредственно в документах или можно работать в рабочих местах. Например, вот диспетчер приемки, он видит все документы, которые в ближайшее время у него будут, все связанные с ним документы, которые уже отработаны или не отработаны и уже может как-то планировать свою работу. Приемка начинается в системе с документа ожидаемой приемки, но в крайнем случае документ приемки может создаваться непосредственно без ожидания приемки. Обычно этот документ ожидания приемки создаются при выгрузке из какой-то учетной программы, которая у вас есть. То есть у вас есть заказы поставщику, какое-то количество при обмене сюда попадает и создаются документы ожидаемой приемки. Они появляются со статусом новое и дальше уже мы совершаем с ними какие-то операции, соответственно, статусы их меняются. Вот мы видим, что у нас есть ожидаемая приемка на чайное сырье. Вся информация, которую мы получили из учетной системы, это организация наша, кто контрагент, какой у нас источник поступления. Здесь может быть приемка от поставщика, это может быть внутреннее перемещение какое-то, это может быть поступление из производства или может быть возврат от покупателя, любой источник поступления на наш склад. Также здесь указывается стадия приемки. Помните, мы с вами отмечали, что в контрагенте мы можем выбрать базовая настройка. Если бы выбрали в дальнострое какую-то другую, которую мы завели для него, вид этой приемки стадий, здесь была бы она. Если у нас для данного товара используются цифровые марки, они бы здесь отразились после того, как мы отсканировали их на ТСД. Дальше здесь можно указать транспортное средство, водители и другую информацию по автотранспорту. Вот здесь на закладке имеются все связанные документы, которые у нас есть к этому документу. Сейчас мы с ним познакомимся. Так ли возможность создать на основании. То есть, когда мы еще даже товар к нам не приехал от поставщика, но у нас есть вот это ожидание приемки, мы уже имеем какую-то информацию. Мы понимаем, может быть, нам нужно сделать заказ на отгрузку. Если это круздокинг, то мы сразу будем отгружать этот товар. Может, нам нужно создать документ для маркировки и подготовить марки для того, чтобы маркировать контейнеры. Или уже товар приехал, и мы будем осуществлять приемку. Или нам нужно сформировать эти контейнеры. То есть, уже имея вот эту ожидаемую приемку, работники склада уже могут подготовить, провести какую-то подготовительную работу. После того, как товар приехал, мы осуществляем приемку на ТСД. Вы когда создаете документ приемка, он создается пустой. Вы или вручную его заполняете, или при помощи ТСД. Здесь мы видим, что мы получили, на какую ячейку приехал товар, что приехало, в каком количестве. И после этого мы размещаем уже товар по нашим ячейкам. Здесь также создаются на основании, только теперь, например, мы планируем размещение. Обычно размещаются комментариями, когда в начале работают, чтобы понять, если что-то пошло не так, чтобы увидеть все ошибки, какие есть. При дальнейшей работе, например, если все у вас отлажено, уже без всяких сбоев работает, можно планировать без комментариев. Они как бы и ресурсов съедают немного и времени не сильно увеличивают, но показывают любые недочеты, которые могут случиться в системе. Обычно, если есть какие-то комментарии, лучше от них не отказываться. Особенно бывает в ТСД, когда работают с этой системой. То есть многие хотят клиенты отказаться от комментариев в ТСД, потому что когда это лишняя секунда, они считают, что им поможет, ускорит их работу. Но когда документ, например, теряется или еще что-то происходит, какой-то сбой в ТСД, вы никогда не найдете. Придется все это переискивать, пересматривать, какой документ, например, не попал. Когда есть комментарии, они попадают в отдельное поле. Вы всегда можете зайти и посмотреть, ушел тот документ корректно или, например, по нему были какие-то вопросы. При размещении контейнера мы здесь видим, что сначала у нас была приемка, ворота приемки и мы отобрали продукцию и разместили ее в такую ячейку. Значит текущее наше состояние, наш чай находится вот в этой ячейке. Дальше, если мы захотим его отгружать или куда-то перемещать, то мы можем переместить его в какую-то другую зону и другую ячейку. Например, мы увидели, что там какой-то некондиция или у нас где-то в другом месте закончился товар схожий. Мы можем его переместить. Также в каждом блоке, входящем и сходящем потоке, в складских операциях имеется отдельный блок отчетов по этому потоку. И здесь можно провести, например, монитор приемки. Но так как у нас тут не очень свежие данные, у нас 12-13 год, но как бы наглядно видно, например, что по этому документу у нас все принято на 38,5% и так далее. То есть какие-то товары приняты, какие-то в работе, какие-то уже размещены и на какое количество процентов это сделано. Здесь есть еще разные отчеты и анализ приемки, и контроль. Все зависит от того, какими вы будете пользоваться. Исходящий поток – это у нас отгрузки идут. Здесь также имеется рабочее место диспетчера отгрузки. И она выглядит вот так. Его можно показывать по-разному. Например, вот сейчас у нас отражаются все заказы. Можно отобразить по волне, то есть, как я говорила, по каким-то часовым промежуткам. Можно отобразить те заказы, которые у нас не включены сейчас еще в волну, и мы хотим их куда-то добавить. Также можно отображать товары, включенные или не включенные в рейсы, или каким-то другим отбором. Сейчас мы видим все заказы. Видим, какие заказы в отборе, какие заказы новые, какие только планируются и так далее. Все возможные статусы. Здесь мы видим дополнительно рейсы, которые планируются или новые, и группы отбора. Например, вот этот товар у нас в отборе. Можно зайти и посмотреть. У нас идет к планированию номер и какой контрагент. Нажав по нему, мы попадаем в заказ и видим, ага, это у нас чайное сырье, мы хотим отгрузить. Также здесь мы видим в зоне отгрузки есть рейсы, которые мы можем создавать и назначать. Информация о машинах, рейсах, маршрутах настраивается уже здесь. Ну вот. Вот мы видим рейс. Видим документы, которые будут отгружать этим рейсом. Какому контрагенту, от какой нашей организации. Также здесь существуют контроли отгрузки. Очень удобно, потому что идут все отчеты уже или в документе, или в карточке товара. Единственное, они формируются все на текущий момент, так как рейс у нас на 2013 год. Он выходит пустой. Не покажет. Потому что в основном формирует информацию по текущему дню. Вот. Рейсы у нас какие документы используют. Это новые документы, это которые уже спланированы. Хотя бы частично. То есть здесь уже ушел он в отбор, а этот уже спланирован. То есть он уже собран и уже можно будет отгружать. Вот волны, про которые я говорила. То есть в эту волну включили несколько документов, которые хотят собрать в этот промежуток времени. Группы отбора. Это те документы, которые мы хотим, чтобы отобрали вместе, чтобы сократить количество подходов к ячейкам. Также здесь имеется монитор заказов на отбрузку, контроль, статистики. Все вот эти отчеты тоже можно посмотреть. Любой отчет можно формировать как в виде графиков, так и в виде таблиц, диаграмм и так далее. То есть здесь вы выбираете варианты отчетов. Здесь, например, может быть один основной. Но опять же вы можете настроить так, как нужно вам и сохраниться своим названием и использовать свой отчет. Здесь мы видим, что этот уже 100% в отборе. Этот только спланирован частично, какой-то отобран. Обычно такие отчеты выводят на монитор, например, чтобы видели сотрудники, какие заказы в какой стадии. К внутренним документам тут относятся комплектации, внутренние заказы, например, на перемещение между складами или инвентаризации. Также здесь может быть монитор диспетчера склада, но он формируется на сегодняшний день или на вчерашний, поэтому вот он у меня такой в данный момент безинформативный. Но сейчас я покажу, как он выглядит, когда вы его формируете день в день. То есть вы можете выводить различную информацию, например, здесь состояние ожидаемых приемок, здесь у нас заполняемость зон, здесь у нас состояние заказов на отгрузку. То есть мы видим, сколько новых, сколько спланировано, сколько уже во дворе, сколько отобрано. Здесь мы видим интенсивность работы, то есть сколько у нас задействовано в зоне сортировки, сколько на приемке, сколько у нас на напольном хранении, например, и так далее. Здесь мы видим состояние рейсов, сколько у нас новых, сколько к планированию и так далее. Такие вот мониторы удобно выводить на экраны или каким-то ответственным лицам, которые вот это все будут отслеживать. Так, здесь есть отдельный диспетчер задач, все задачи, которые сейчас у нас в работе. То есть здесь они разделены по потокам. Например, здесь у нас идет инвентаризация, здесь кластерный отбор, здесь контроль приемки, здесь отбор товара. И здесь мы видим количество задач по этому потоку, количество, которое в данный момент выполняется и количество задействованных ресурсов, время исполнения. А все, что касается человеческих ресурсов, время исполнения каких-то операций, создается вот здесь. Здесь вы можете задать норму выполнения операции, завести сотрудников, назначить графики работы и смены, анализ, потом провести уже анализ их работы. Например, вот норму выполнения операции, можно указать, что контроль отгрузки занимает, например, 10 минут или 20 минут или полчаса. Инвентаризация одной ячейки занимает такое-то количество времени. И потом уже распределять нагрузку между сотрудниками. Также можно ввести табель ухода и прихода сотрудников, здесь указывать, например, выбираете смену. И пишем, например, прибыл, убыл, какой сотрудник, например. Вот он прибыл на работу, началась его смена. После того, как он убыл, указываем. И дальше уже проводим расчет его трудозатрат. Здесь имеется рабочее место маркировки, где отдельно можно маркировать товары. Также можно выводить все рабочие листы. Здесь мы указываем, какой поток был, например, проводили инвентаризацию состава контейнера. И указываем, кто это делал, в какой зоне, сколько времени и что произошло. Выполнение комплектации. Если у вас на предприятии вы используете комплектацию, ограничены права. Если вы проводите комплектацию, например, сборку каких-то изделий из разных запчастей, или, например, наоборот, разборку, то обычно перемещается в зону комплектации, и там проводится именно комплектация товара. Также имеется инвентаризация. Инвентаризацию можно проводить, как, например, по ячейкам. То есть вы выбираете какую-то ячейку и проводите по ней инвентаризацию. Или можно проводить, например, инвентаризацию определенного товара. Вы выбираете, что сегодня вы хотите провести инвентаризацию всех вентиляторов, где бы они не располагались. И система предлагает вам все ячейки, где расположены вентиляторы, чтобы провести инвентаризацию. Или, например, можно провести инвентаризацию всех товаров с подходящим сроком годности, с какой-то определенной датой и так далее. Вы выбираете тот разрез, по которому вы хотите провести инвентаризацию. И управление двором. Здесь, так же как и во всех этих потоках, во всех этих блоках, имеется свой диспетчер управления двором. Здесь мы видим все наши места стоянки. Мы видим, какой располагается автомобиль, какое по нему сейчас задание. Например, вот этому транспортному средству у нас вот задание есть. Какое его состояние. Он сейчас на погрузке. У каких ворот. Какие связанные документы с ним имеются. То есть у него есть пропуск рейс. Также с правой стороны мы видим все задания для транспортных средств. Мы видим эти транспортные средства. Видим, сколько еще у нас свободных ворот и мест. Например, здесь стоянка. Машины стоят, например, ждут. Или просто запаркованы. Здесь у нас идет ворота. Значит, у нас идет погрузка. Дальше у нас есть какой-то многоэтажный пандус или еще какое-то место, где у вас есть, например, ворота, где вы выгружаете товар. И какие-то другие, например, ворота, где вы всегда загружаете товар. То есть здесь их можно, например, как-то объединить, чтобы было удобно менеджеру, который будет работать с этим диспетчером. Также можно внести расписание работы ворот, то есть по какое время ворота работают, когда они не работают, когда они заблокированы и так далее. Также в этом блоке мы указываем наше транспортное средство, которое мы используем у себя. И можно указать вот эти ячейки двора, где будут располагаться автомобили. Ну вот, здесь они объединены так, да? То есть это идет пандус для небольших автомобилей и пандус для больших автомобилей, например. Вы можете разделить, говорят, так как удобно вам сгруппировать, например, пандус на погрузку, пандус на выгрузку, пандус холодильного оборудования и так далее. Все зависит от вашего предприятия. Итак, основные моменты я рассказала. Может, я что-то упустила или у вас появились вопросы? Благодарю за информацию. Есть у кого-то вопросы? Слишком много и сразу? Да, нам сейчас это надо переварить, посмотреть, подумать и запись обязательно пересмотреть, чтобы коллегам тоже другим показать. Вот. Ну, если это вся информация, то... Самое главное здесь то, что удобно, то, что имеется очень широкий выбор упаковок, которые вы можете использовать. То есть вообще никак не ограничено. Может быть и вес, и упаковки разного веса. Это могут быть и палеты, и коробки, и бочки, и все что угодно. Мы можем сами задавать вес, объем. Все. Вы можете даже задавать слои. То есть вот в этих контейнерах вы можете указать, что это будет товар первого слоя, товар второго слоя. Вот. Это могут быть разные виды оборудования. Это тоже все можно указать. То есть узкие палеты, широкие палеты, высокие стеллажи, низкие стеллажи. Это напольное хранение, это холодильник, это какой-то стол для сборки, может быть, например. То есть это будет место хранения, стол для сборки. И вы будете туда перемещать товар для того, чтобы собрать из него другой товар, например. Или это может быть какой-то там еще вид оборудования, где вы храните товар, который, например, в стандартной системе никак не предусмотрен. Вот. Еще что хорошо, что здесь очень хороший настроен обмен именно с торговыми программами. То есть это ERP, управление холдингом, комплексная автоматизация, управление торговлей. И с ТМС. Если у вас очень большое количество отгрузок, то тоже будет удобно, например, планировать рейсы. Там удобнее. Там очень широкий функционал. Там прям машины, там есть карты, там есть геолокации. Вы эти машинки привязываете. Но информация по загрузке берется из ВМС. А ВМС видит из ТМС объем машины, когда и куда она ест. То ТМС нам, наверное, лишнее на текущий момент, это точно. Ну вот удобно с волнами работать и с группами отбора. Это тоже мало где есть. Вот это загруженность сотрудников. То есть то они сидят, то они все работают, не покладая рук. Распределили нагрузку. Или все собирают одну и ту же, одну и ту же гайку, 10 раз подошли к одной коробке. Так вы дали одному сотруднику задание собирать гайки для всех заказов? Он собрал один раз для всех. С 8.3. То есть у нас торговля еще на неуправляемых формах старенькая. Управление торговли надо 11. То есть а с 8.3 оно работать не будет? 8.3 это... Нет, 8.3 это 10.3. Да, 10.3. Ну скорее всего это придется что-то дописывать. Стандартный обмен у нас с 11 управлением торговли. Но вот этот функционал стоит того, чтобы или дописать, или может быть перейти уже на управление торговли 11. На самом деле долгие и болезненные у нас. Ну обычно здесь и передать. Вопрос в том, как сейчас работать. Да, но скорее всего это нужно будет, чтобы рассмотрел программист, насколько сложно будет вот эта интеграция с 10.3 и в МС. То есть это отдельный вопрос, можно например попросить, наверное, оценить кого-то. Но скорее всего делали уже такие внедрения, потому что 10.3 много у кого и обычно очень сложно с ними расстаются. Потому что эти формы управляемые у многих пугают и уже привыкают к работе в 10.3 как бы. И тем более когда большое предприятие... Можете уточнить тогда этот момент в интеграции? Да, да. Ну там я понимаю, Юля, нужно понимать, что будем переносить, какие данные. От этого тоже, наверное, оценка будет зависеть. Ну это же, как я понимаю, надстройка, то есть это не отдельная программа. Нет, это просто туда должны выгружаться заказы поставщика, заказы клиента. То есть это обмен, например, как с бухгалтерией, грубо говоря. Просто с УТ-11 он стандартный, вот эти документы. То есть ты просто включаешь настроить обмен одной кнопочкой и все. То есть здесь этот риск, может быть, понадобятся какие-то доработки. И это может оценить только программист. Вот я что хотела сказать. Но это не перенос какой-то документов, это просто обмен. Редактор субтитров А.Семкин